Здравствуйте уважаемые друзья! Всего через три дня начнутся Олимпийские игры в Париже, а скандалов перед самым началом соревнований становится только больше. Международный Олимпийский комитет и Томас Бах, после отказа отечественных каналов от покупки прав на показ Олимпийских игр, преподнеся нашему народу как нечто очень важное для России, новость о бесплатных трансляциях Олимпиады, похоже, дал заднюю. А все упоминания о трансляциях Олимпийских игр для россиян на сайте МОК, неожиданно бесследно исчезли. Возможно они наконец поняли, что эти трансляции в России никому не нужны даже бесплатно. В свою очередь правительство России поручило создать фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, который будет существовать за счет отчислений от азартных игр, взысканных в пользу развития массового спорта внутри страны. Тем временем во Франции разгорается очередной громкий и международный скандал. Как и раньше виноваты во всем простой французский народ, Россия и российские спортсмены, но только не сами организаторы Олимпийских игр. Вот только страдают теперь не только участники Олимпиады и болельщики, но и простые отдыхающие. О том, почему Олимпийский комитет дал заднюю, пообещав бесплатные трансляции для российских граждан, которым эти самые трансляции и бесплатно не нужны. О поддержке детского спорта за счет отчислений от азартных игр и новом громком скандале накануне открытия соревнований в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом, и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Олимпийские игры в Париже без преувеличения называют самыми скандальными за всю историю существования соревнований, хотя они еще даже не начались. Как мы знаем, российские спортсмены не примут участие в Олимпиаде, за исключением некоторых спортсменов, которые и не считают себя россиянами. Но этих спортсменов всего 15 человек, 7 теннисистов, 3 велогонщика, 3 грибца, 1 пловец и 1 прыгунья на батуте. По этой причине российские федеральные телеканалы решили не покупать права на трансляцию ради этих спортсменов и отказались от показа Олимпийских игр. Узнав об этом Олимпийский комитет сообщил, что планируют бесплатно транслировать соревнования для российской аудитории, которые эти трансляции даже и бесплатно смотреть не собирались. Тем временем прошло всего 3 дня, как Олимпийский комитет, похоже, наконец понял, что их трансляции никому в России не интересны. А на официальном сайте Международного Олимпийского комитета бесследно пропала эта информация. Точнее ее втихую удалили даже не уведомив никого об этом, как говорится, чтобы не было лишних разговоров. Теперь если информация еще раз не изменится, уже совершенно точно никаких официальных трансляций Олимпиады в России не будет, а следить за ними будет еще тяжелее. По причине недопуска российских журналистов, бездоказательно обвиненными французскими властями в шпионаже. В свою очередь в нашей стране на фоне громких скандалов и отказе показывать Олимпиаду на территории России. Правительство Российской Федерации заявило о создании фонда поддержки детского, юношеского и массового спорта, который будет спонсироваться за счет отчислений от азартных игр. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Правительству Российской Федерации обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев следующие моменты. Основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций. Реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры. Формирование имущества фонда осуществить за счет целевых отчислений от азартных игр, говорится в документе. Максимальный срок исполнения поручения до 10 сентября 2024 года. Тем временем во Франции, перед самым началом Олимпиады, разгорелся новый международный скандал. Профсоюз сотрудников аэропорта в Париже объявил о забастовке в день церемонии открытия. Как сообщают информационные агентства, забастовка планируется с 26 июля, то есть в день открытия Олимпийских игр, что влечет за собой нарушение движения в аэропортах Парижа. Авиакомпании уже успели скорректировать расписание полетов, но очевидно не всех. Работники требуют повышения оплаты труда и выплат Олимпийской премии. Если собрать в целом новости о забастовках во Франции, то причина всегда будет та же самая. Совсем недавно сообщалось, что по причине денег профсоюз артистов намерен бойкотировать церемонию открытия Олимпиады, а также репетицию открытия Паралимпиады. Так что страна оказалась финансово не готова к проведению спортивного праздника. Возможно все деньги ушли на очистку реки Сена, в которой пройдут соревнования по плаванию, куда власти потратили более 2 миллиардов евро, при этом если ситуация и стала лучше, то это практически и незаметно. Самые скандальные соревнования еще не начались, но такими темпами для россиян они и не начнутся. Такое ощущение, что МОК и французское правительство всячески пытаются помешать успешному проведению Олимпийских игр, опуская планку уровня соревнований. С каждым днем она становится все ниже и ниже, и с каждым днем все больше и больше людей во всем мире отказываются от того, чтобы следить за этим печальным зрелищем. Согласны ли вы с мнением, что Олимпийские игры потеряли былой интерес, что вы думаете об инициативе спонсировать детский спорт за счет отчисления от азартных игр? И что вы думаете об отказе Олимпийского комитета показывать соревнования бесплатно для жителей России, поняв что это никому не будет интересно в нашей стране? Поделитесь вашими мнениями в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok